В первом тайме. Вы смотрите матч розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов. В Бухаресте местный клуб СТЯО принимает московский Спартак. Хорошо известный. Обычно удар наносится у своего же игрока. Тот уклоняется от удара и вратарь закрытый таким образом в атаке. Но пока что неточная игра в пас не дает возможности спартаковцам организовать маломальские, хотя бы одну приличную комбинацию, после которой бы понервничал вратарь. Ну вот сейчас удар по воротам. Досаев бросает мяч. Хаджи. Аккуратненько надо же на нашем сейчас действовать. Вы знаете, я думаю, что успеет сделать передачу девятому номеру Пицурке Хаджиев. Но хорошо, что отпустил. Потому что Пицурка находился в выгоднейшем положении. Таковцы по-прежнему владеют мячом. Кузнецов. Некатуш. Здорово сыграл. Некатуш с мячом. Опасное положение. Удар вдоль ворот. И счет открыт. Мне все-таки показалось, что Ренату Досаеву, может быть, и не надо было в этой ситуации выходить из ворот. Ну и, естественно, там, посмотрите. Не опасно еще было. И броска в ноги не получилось. Беспрепятственно передал мяч в площадь ворот. Румынский футболист. И никто из спартаковцев не сумел помешать сопернику послать мяч в сетку ворот. Домитреску. Я просто еще раз уточняю здесь. Подумал, что Домитреску оказался раньше у мяча. А вот Домитреску на 33-й минуте добивается успеха. Спартаковцы проигрывают 0-1. Удар издали. Поединка в европейских турнирах определяет тактику. В каждом отдельном матче. Не проиграть на поле соперника. Максимальная, так сказать, задача. Супер максимальная выиграть. Если все получится. Хаджи бил поворотом. Губнов сбивает мяч. Стойка. Петреску. Преимущество хозяев более еще объясняется и тем, что спартаковцы все-таки частенько мяч теряют. Не точно играют. Это каждый раз новая атака соперника. Значит, он владеет инициативой. Значит, надо снова отбирать мяч. Тратить силы. Удар издали. Ох, какой опасный удар. Хаджи нанес. Черенкова. Родионова толкнул соперника. Раздался свисток судей. И три минуты до окончания первого тайма. 0-1. Спартак проигрывает. Лекатуш. Опасно. Удар. Молодец, Досаев. Ах, какая умница, а. Случилось это в пересказе так. На правом фланге Лекатуш обыграл нескольких защитников, с которыми играет Минская Динамо. Соревнование за кубок у ЕПА. Вот опасный момент. Единственный пока что в сегодняшнем матче, созданный спартаковцами. И Цурка. Оригинально сыграл. Лекатуш. Хороший правый фланг. Правый край, вернее. Стойка. Капитан команды. Лекатуш седьмой номер. Много хлопот доставляет этот футболист спартаковским защитникам. Опасная передача. Петреску надо атаковать. Ну. Хорошо, что бубном оказался на месте. Но нельзя же так допускать до самых ворот соперника. Сопернику. Касая должен выйти из ворот. Опасно. Стойко. Вытянул ногу и мог нанести травму. Извинился. И судья молодец. На чеку был. Свисток арбитра. За опасную игру. Суслопаров идет мяч. Вот из таких, казалось бы, микроэпизодов и складывается игра в пользу соперника. Потеря мяча и нарушение частых правил. И замена еще одна. Мы размышляли с вами на тему игры в Воронье-Московску-Спартака. И вот как они действуют на месте правозащитника, мне не очень нравилось. Вот опасный момент. Удар. 2-0. Хаджи забил все-таки свой гол. Он провел мяч, между прочим, и в последнем матче национального первенства. Ну вот так совершенно спокойненько дали спартаковцы этому футболисту выйти на ударную позицию. Посмотреть, где находится Засаев. Оценить ситуацию. И словно на тренировке точненько послать мяч. Ворота. 2-0. Это мне уже совсем не нравится, откровенно говоря. Это уже три ворота. Все-таки ставка только на оборону не лучший вариант. Игры в таком матче. Тем более, что Спартак умеет атаковать. Заменили нападающего защитником тренеры, укрепляя оборону. Но не помогло. 2-0. Впереди хозяева поля. Несильный удар в угол. Конечно, Спартак сегодня играет хуже, нежели в матче против Киевского Динамо. А мог бы играть и лучше, чем был соперник. Мне кажется, что это позволяет. Но что-то вот не выходит у Спартака. В первую очередь, конечно, Спартак уступает им движение. Хотя и темп не высок. Может быть, действительно усталость казалась от того матча. Опасно. Опасный момент. Ну, спокойно. Спокойно я им, конечно, подсказывал Досаеву. Посмотрим еще раз. Вот Лекатуш выходит с мячом. Запутался, откровенно говоря. Досаев пытается как-то обогнать его. Уйти от столкновения. Оба падают. Судья находит, что было нарушение правил со стороны нашего балкипера и назначает 11-метровый. К мячу идет тот же Хад, 60-й номер. Да, Лекатуш, конечно, сделал практически всю игру. Седьмой номер. Итак, 11-метровый. Удар, гол. 3-0. Здорово пробил, конечно. Посмотрите. Самый угол. Даже если бы Досаев угадал направление полета мяча, парировать полета мяча. Непосредственно. 3-0. 3-0. 3-0. Не свою игру играет Спартак. Не свою. Потому что 0-3 проигр. Нет игры. Ротарио. Валент. Вне игры. Вне игры. Поскольку вне игры, за свистка арбитра не слышит. Забивается таки мяч. У ворота Стиао получает тут же предупреждение. Акцер. И остается 15 минут до окончания матча. Или с ним футболисты Спартака. Потому что на себя сегодня просто не похоже. Не игры нет. Посулька, забивай. Спартаковцы не часто гостили на половине поля Стиаоа. И не часто угрожали воротам Утунга. Потому и голевых моментов всего, так шутку говоря, полтора. С натяжкой можно назвать два голевых эпизода. Создали московские Спартаковцы. И это за весь матч. Конечно, они на себя сегодня не похожи. Как-то очень робко провели матч. Словно и сил у них нет. И не осталось после матча с киевским «Динамо». Который они провели с таким плеском. Так же, как и киевский «Динамо». Московского Спартака на пенальте был назначен за нарушение правил Досаев. Вот удар по воротам. Досаев мяч выпускает из рук. Но тут же он сам и подбирает мяч этот. И ведет сейчас его. Сыграл с вратарем Дунгом. Дунг бросает мяч Беладедичу. Беладедич обозвращает его в штрафную площадь. 3-0, конечно. Крупный счет. Чего там говорить. Он, конечно же, устраивает футболистов с Тяо. Бубнов отпасовывает мяч Суслопарову. Суслопаров играет в центральный круг. Пока Спартаковцы владеют мячом на своей половине поля. И тут свисток арбитра. Матч окончен. Футболисты с Тяо нанесли поражение московскому Спартаку в первом матче 1-8 финала розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов. Со счетом 3-0 голы забили Думитреску и два Хаджи. И на этом мы заканчиваем наш репортаж, организованный советским телевидением. Комментатор Владимир Маслученко. Всего доброго.